В Америке будет дефолт? Что происходит в США с потолком госдолга? Как это влияет на бюджет? И почему американский министр финансов говорит о дефолте страны уже через две недели? Для начала нужно вспомнить, что такое потолок госдолга. А это установленный законом предел заимствований правительства США у кредиторов для оплаты своих обязательств. Однако он плавающий, а возможности изменения лимита не лежат на Конгрессе США. Суть конфликта вокруг долга состоит в том, что Конгресс постоянно устанавливает потолок заимствований, повышая его при необходимости. Но в этот раз появились разногласия. Республиканская партия, имеющая большинство в Нижней Палате Конгресса, не согласна на повышение на нынешних условиях. В случае, если Конгресс не примет решение об увеличении предела заимствований, сейчас составляющего 31 трлн долларов, уже с начала июня государство может столкнуться с невозможностью исполнять свои финансовые обязательства. По сути, это дефолт. Но возможен ли он в США? Госдолг любой страны делится на внутренний и внешний. Внутренний долг номинирован в национальной валюте, а внешний – в иностранной. Например, Япония выпускает облигации как в иенах, так и в долларах. Считается, что внутренний долг отдать намного проще. В критической ситуации правительство просто может напечатать национальную валюту и рассчитаться с кредиторами. Это приведет к скачку инфляции и другим экономическим проблемам, но дефолта не случится. С внешним долгом сложнее, напечатать иностранную валюту нельзя. В ближайшие дни и недели будет много позерства и политических игр, предупредил Байден на пресс-конференции по итогам переговоров. Но в то же время заверил – дефолта США не допустят. Специфика госдолга США в том, что он, по сути, весь внутренний. Облигации выпускаются только в долларах. Поэтому есть мнение, что настоящий дефолт Вашингтону не грозит. Но даже если Конгресс не сможет решить вопрос обоюдно, у президента есть возможность воспользоваться 14-й поправкой, как это делал Рузвельт. Она гласит, что валидность госдолга США не подлежит сомнению. То есть принятие поправки нарушит все законы логики, но убережет страну от дефолта. В любом случае, вся эта политическая игра не на руку доллару, как первой мировой валюте. И даже когда потолок госдолга будет увеличен, и американские СМИ будут преподносить это как большую победу, последствия все же можно предсказать. После увеличения госдолга состоится пересмотр кредитного рейтинга страны S&P, Moody's и Fitch. А впоследствии этого может вырасти стоимость заимствований и снизиться доверие к доллару, что проявится ростом других активов, например, акций, драгоценных металлов и криптовалют. Возможны дальнейшие банкротства различных корпораций и банков. Происходящее может страшнейшим образом перетряхнуть всю американскую и мировую систему залогов и обеспечений. Это может показаться не очень веселым сценарием, но если вдруг в Конгрессе не договорятся и госдолг не повысят, а впоследствии будет объявлен дефолт, то реальные последствия для мировой финансовой системы могут носить катастрофический характер. Продолжение следует...